Один из английских фанатов выбежал из толпы, примерно сюда, поднял бутылку и бросил в моб русских ребят. Но в момент, когда он бросал, он не видел, что два русских парня стояло в стороне, якобы не с ними, и они его здесь сразу на этом же месте и прибили. В принципе, с чего вся заварушка и началась. Вот этот весь саракет, после того, как англичанин бросил бутылку в них, сорвался и начал, скажем так, зачищать весь спорт. 30-летний Роман из Киева живет в Марселе уже около года. Он очевидец около футбола между Англией и Россией в Марселе. Роман сам футбольный болельщик, но на Евро-2016 он не болеет ни за одну команду. По словам Романа, 11 июня после начала драки у парта российские болельщики спустились на площадь Марселя. Эти события происходили до футбольного матча. Где лежал этот англичанин, который сейчас, как и тамара, присутствует. Он здесь прямо лежал, да? Вот где-то здесь, не конкретно в этом месте. А это какой район получается Марселе? Центральный, это прямо вот через дорогу, вот через дорогу порта. Это где основная группа в барах сидела англичанин, английских болельщиков, и русские парни сверху отпустились. Это когда было самое основное столкновение, где 150 русских пришли. И все эти бары были заполнены англичанами. Ну, как бы все, вот так они напали, все англичане, кто дал по тапкам, кто остался бежать. И парни ретировались постепенно по этой лестнице вверх. На этой площади было очень много луж крови. Роман вспоминает, что за день до футбольного матча 10 июня английские болельщики начали кидать бутылками рядом с портом Марселя. Из-за чего началось все перекидывание бутылками, одна подвыпившая французская женщина начала с ними танцевать, зажигать, и кто-то что-то сказал кому-то. В итоге она взяла бутылку, пил на полу английских фанатов, и в ответ в нее полетело 10 бутылок. Но поскольку она стояла в полпе обычных людей, все эти бутылки полетели в людей. А 11 июня проходил футбольный матч сборных России и Англии на стадионе «Велодром Марселя». В конце игры русский сектор погнал два сектора англичан. Было видно, что это не фанатский сектор, там были обычные кузьмичи, и есть такое неписанное правило, что хулиганы кузьмичи не трогают. Когда приближаешь на фотографиях, смотришь ближе, видно, что там один инвалид был, были какие-то люди с детьми. Даже если там были какие-то хулиганы или фанаты, достаточно было их погнать и не устраивать давку, в которой могли пострадать реально невинные люди. Больше всего, что мне удивило, что когда Мутко подошел к сектору фанатскому, я думал, что сейчас успокаивают людей, просить о порядке и так далее. Он сделал такой жест, поздравляя с ничьей, и в принципе поощряя происходящее, что для меня было из рамок в форме ходячего. Полиция не смогла им хотя бы ставить ничего. Я такое бездействие никогда в жизни ни на одном футбольном матче не видел. Английский болельщик Дэвид Донован согласен с романом в оценке произошедшего. Я думаю, обе стороны должны взять на себя ответственность за то, что провоцировали друг друга и добились реакции. Но после игры на стадионе русские болельщики просто нахлынули и начали нападать на английских фанатов без всякой причины. Обычно не так серьезно. Когда начали причинять физическое насилие другим фанатам, стало стрёмно. Французская полиция повела себя довольно странно. Почему полиция особо не задерживала никого? Полиция, непосредственно которая сдерживала демонстрантов, так сказать, со щитами, в касках. В ее обязанности задержания людей абсолютно не входило. То есть ее обязанности было просто сдерживать какие-то улицы, не давать людям проходить и закидывать хулиганов газом издалека. То есть в принципе никаких попыток кого-то задержать и не принимали. В депортационном центре Марселя находится 20 российских болельщиков, среди которых и Александр Шпрыгин, глава Всероссийского общества болельщиков. Власти Франции приняли решение об их депортации. Трое россиян уже приговорены к тюремным срокам в причастности к массовым беспорядкам Марселя в день матча сборных России и Англии. Гюлиссель Камалова, Настоящее время, Марсель, Франция.